Граждане этой несчастной страны, запомните, вы продукт космоса, вы дети галактики. Граждане этой несчастной страны, запомните, вы продукт космоса, вы дети галактики. В СССР, когда Советы даже на низком уровне определяли, в общем-то, местный бюджет, и когда ценообразование было ваше, государственные прерогативы, государственный комитет, вот эта разница между рыночной экономикой. И тогда сейчас, когда вы оглянете, вдруг поймете, этой власти ее не существует де-факто. Над чем власть президента Путина, если он, блядь, на копейку не может изменить цену на булочку, которую назначает Иванов Рабинович Али. Поймите вы своей русской дружеской тыквой. Один раз истинная природа, выживание ваших детей, витамины содержащие, жиры содержащие. Вот вы разбираете книгу, там смотрят информацию, как кто-то готовит что-то. Вот это и есть смысл вашей жизни, это еда. Вот это муракума, что есть в Америке, что у вас не растет. Вот попробуйте хоть раз осознать жизнь, и вам, к сожалению, вообще-то стыдно уже. Вам хочется жрать. Вот зачем вы жрете, блядь? Вот вы освободитесь от жратвы, и вы независимы, вам никто ничего не прикажет. И в силу того, что вы жрете, вы вынуждены отдавать свое биологическое время, мантулить на больных, которые сдачивают вам деньги, которые вы берете и несете второму больных, который еще будет теперь продавать еще вчера вашу колбасу, ваш сыр, творог, потому что наступил капитализм. И вот вы обеспечили свое физическое здоровье, чтобы мантулить на барина. Вот смысл капитализма, это тупик. Вы что это? И конфеты за меня есть будете? Никакого космоса, никакого полета, никакой бессмертных странников Вселенной, ничего. Механическое тупое воспроизводство каких-то товаров потребления, которые между собой распределяют барины. И вы существуете в рамках физического обеспечения вашего механизма двигательного. Погасьте его. Вот ваш двигательный механизм, вот он, поэтому барин, вам дает какую-то здоровьечку, которую вы можете обеспечить себе какое-то жизненное выживание, ну и энергию развития. То есть, человекомотор. Ну, эта идея давно-давно уже известна. Начиная с первых идей фашизма. Что главный капитал государства, кроме природоборожного продукта, это биологическая сила человека. Которая во имя идеи, великой идеи общей нации, вот, будет обеспечить баринов-хозяинов, потому что его объединили. Вот, барин и холоп, уголовничка, его жертва, нафиг. Вот эта идея фашизма, национализма, патриотизма, при которой все в порядке, все вместе, только барин остается. Вот барин обладает правом на всей собственности. Вот эти 2,6,4,8,6,2, миллиарды идут за цена СССР. Вот теперь они распределись по собственникам. И вам оставляют маленькую лазейку. Какую лазейку? И от барина, вот эти тысячи, миллиарды, вздрочка, 13%. С вас же теперь берут, опять же, вот вам сдрачил барин деньги, то теперь оказывается, что теперь вот этот паразит, какой-то условный государств, с вас же берет налоги, чтобы вы оплачивали сами себе какое-то лечение, образование, воспитание, ну еще плюс какое-то сырье, которое осталось где-то. Или это был весь гигантский потенциал, который вы сами для себя производили. Штаны, тапки, сигареты, мясо, как угодно. И общая единая структура распределения. Вот понимаете, в чем разница? Вот когда он говорит, слова блуде, вот эти слова. Общий народ, благостояние, а какой народ? 150 тысяч миллионеров, которые владеют вашими заводами, фабриками. Теперь общий бюджет, который состоит из дырочки баринных, из вас. А так как денег и значения нет, то у баринов кончается производственный цикл, покупательная способность падает, накрывает сырье, начиная с танкостроения, а значит, а падает вообще жизнеобеспечение. Денег-то уже нет. Три триллиона долга. Бюджетная. Это дебница, надо понимать, что это в мирное время. Это как? А очень просто. Четвертая статья капитала Маркса. Вот я прощал бы, нет ни хера. Партийцы прощали. Значит, надо развернуть колесо истории-то. Ну, то есть, если бы не было перспективы тотального краша всей системы, ну, и хрен бы с ним. Это было бы теоретическое рассуждение какого-то беззубого козла, который сидит в городе многопрудном и что-то пиздит. А теперь-то вас догоняет всех эта система. Я бы еще не мог это сказать 10 лет назад. За 20 лет назад мне башку проломили бы. Любой мой приятель. Совок вонюсий, недобитый ходит. А переумеет не уйдет. Ой, как умеет быстренько. Особенно на регионах. Когда полный пиздец наступает. Вот, ну, Москва паразитирована еще, такой орган прыщ. Вот главный центр всего мирового сифилиса, мирового зла. Запомните, это источник зла, это Москва. Город блудниц, одетый в перфиру и багрянцев. Город на семи холмах. Единственный город на семи холмах, если честно, вот это Москва. Ну, и москвичей все будут уничтожать. Именно за то, что они пользуются паразитарным капиталом, который дует со всей страны. Но специально создают, чтобы Москву, когда поставят короче проволоку и пулеметры, чтобы москвичи оборонились от России. К этому идут все. Постоянный разговор о приезжих, которые отнимают работу, прочие, рассуждения про чуркманды, где-то как. Запомните, москвич уже начинает раздражением относиться к области, ко всей России. Но так как москвич приезжий человек, его нечего жалеть. Керосином, блядь, всех женщин. Запомните, какая-то сволочь, как правило, ребят. Ганолистая, безграмотная, злобная, профитарная сволочь. Потомки той сволочки, которые сюда залезали с первыми паркевичами, с первых гражданскими, после военных периодов. Вот это не жалко, это не люди. Они просто или жертвы, или в общем-то пользователи вот этого произвела на капитал. Ну так исторически сложилось. Тут ничего не сделаешь. А для меня, мудака, Москва представляет четыре библиотеки. А для большинства это просто зарплата, которая в два раза больше, чем по всей России. Льгот, который улучшит их, поэтому это покупается. Ну это просто мимоходом. Это все вы будете обсуждать. В принципе, о чем еще делать? Обсуждать эту ситуацию. Но пока вы не будете зарегистрировать кичейка, пока не будет осмыть справочник, как регистрировать партию, как ее общественное объединение. Я же даю общий принцип, а все остальное, это вы сами будете делать. Рядом с вами партия есть, в которую вы можете вступить и начинать изнутри, как казачок. Знаете, как чудище. Вот спил, какой-нибудь там, американский автор. Вот вылезло такое, что-то непотребное, может быть зеленый змей, а может крокодил. Вдруг оттуда вы вылезла, что это непотребное. Может быть зеленый змей, а может крокодил. Вот вы так же вступаете в эти партии, в ядро, с прочим. Завтра начнете вступать. Завтра лицензия на оружие и обороны, завтра балет. Вот. Начнете, в общем, покупать себе хороший нажив. Вот. Делаете себе тренажеры и берете, смотрите, ящик. И наколачиваете себе ударную поверхность. Самый удобный вариант защиты. Раз ты в жизни пришлось применять на полном серьезе. Вот так просто отмахнуться в вагону. И здоровый такой гопота садится на месте. Андрей Георгиевич, вот такой вот, сейчас мы будем уже заканчивать, вот такой вопрос. Есть такое мнение, что стран-то на самом деле нет, а есть только концлагеря под единым руководством. Гениальный вывод, который специально создается в угоды, как говорится, местной буржуазии, как бы получать свой личный доход. Так как мы говорим об общей структуре мирового хозяйства, то в конце концов к этому человек приходит автоматически. Поэтому, когда разговор-то идет о патриотизме, это же соблюдение интересов местной буржуазии. А при создании еще давным-давно транснациональных корпораций, то разговор о какой-то национальной границе достаточно большая условность. Так что нет, ну вопрос-то не в этом заключается. Я говорю, что проблема России, геоклиматическая необеспеченность, вот чем беда. То есть на данном этапе, вот, есть единственное преимущество. Правда, пропали бы она пропадом, это преимущество этого, рот, ебать. Ну, куда деваться? Так а если эти мегавертухаи, которые стоят на самом верху, они просто не дадут никакого... Я бы не сказал. Во-первых, запомните, здесь очень большой интерес. Здесь опять не забывайте такое понятие, как воля, которое обладает лучевой природой. Вот, действительно, смело в поле боится. Я как-то занимался тем вопросом. Когда поражительное явление, знаете, что такое железная рубашка? Вот вы, например, начинаете отталкивать от себя руку. Вот такое ощущение. Вот, например, от руки. Вот можете попробовать на своей жене. Знаете, хотите, тантризм. Набираете позвоночник, конец, например, воздух, дыхание. Высушите живот и начинайте выдыхать. Вот четко понимаете из рук. Вот, если вы, например, с полной концентрацией это сделаете, у вас, например, ваша жена будет испытывать, ну, почти аргейстические чувства. Я, когда тантризм немного увлекался там, у меня Танька, в общем-то, кончал. Я кухну так вот тыкну, дергается все. Это элементарно делается. Энергия у вас, она заложена изначально в каждом. Поэтому ваше волевое решение. Хватит. Все. Вот этот маразм, блядь, надо кончать. Потом надо расплатиться. Нас ограждали, убивали и обманули. Главное обман. Вот что вам надо помнить, не знаю, как вы. Чтобы ваш народ, ваших предков, отцов и дедов, кинули грязно, обманув на двух-трех фразах. Возвращаться, окупаемость, хозяйственные зависимости. Восстановили капитализм в 87-м. Вам предложили проголосовать о сохранении пузырька спирта, как пузырька клея. Вот этот обман прощать нельзя. Вы сождествательной расы, вы не смогли. У вас нет доминанта левого полушария. Воспринимайте фронтальный вариант. Ну нельзя детей обмануть. Вот это, ну, западло, и даже бандит детей и старок не грабит, нахуй. Вот так, в нагло, как вас нагнают, это, жидовьё, блин. И вот эти династии готов романов к нам. Больше нельзя прощать. Андрей Атаев написал сейчас. Мы просто очкодавы. Я с другом пытался поднять вопрос с зарплатами предприятия. Так нас вытащили к директору и больше ни одна падла не поднялась, не говоря уже про пенсионеров. Вот здесь вы подходите к интересному такому моменту. Почему на каждом отдельном этапе вместе сделать труднее? Потому что вот непосредственный завод, непосредственный домик, где трудно обжать совет дома. Вот смотрите, вы находитесь в парадоксальной ситуации, когда изменить всё государство и восстановить народоправие проще, чем самому наладить порядок в капиталистическом предприятии. Вы уперлись рогом в проблему всех создателей профсоюзов всего мира. То есть вот вы сейчас на своей школе проверили это в развитии национального движения. То есть идеи профсоюзов, когда американские профсоюзы также брали в руки Томпсона и начинали мудохать, в общем-то, ПБРовцы. Вот так, штат, что-то это благосостояние, работяк. Там, извините меня, защита профсоюза выступали с кольтами наперевес. Поинтересуется история, вопрос. Европа там, как угодно. Поэтому вполне естественно, когда вы выступаете против коллектива, который появился, припелся, у вас, у них нет манёвра. Вы по молодости своей можете послать нафиг. У них семья, дети. И у них стандартно где-то вышло, они пристроились. Дураку понятно. Хорошо, что вообще уже вы довезли. Обычно в таких ситуациях, как мне пишут. Вас в раздевалке бросают, там, полутруб и взбиты в мясо, нафиг. Ну, и скажут, вот что-то хулигане, вытащили. Вот так обычно начинается. Это народники ещё в это окусились. Когда они пропагандировали о свободной счастье, равенстве, там, в российских деревнях, селах, и сдавали жандарм. Вы повторяете и стаб раздевите. Поэтому только теоретическое понимание ситуации, только разговор и массовое объяснение вот этой ситуации поможет подняться. Иначе непосредственно ваше. Потому что нормальный русский Иван, он не читает, потому что он знает лучше, чем написано в книгах. Поэтому не послушайте ни одного агитатора, а хулиган зовёт опять наебеду где-то. Вы уткнулись в психологию своего народа. Поэтому, если вы думаете о персонах, об этом надо понять, вот этот специфик, а что делаешь? Вот такой у вас народ. Почему я не люблю ваш народ? Почему он мне омерзение вызывает? Ну, вас боятся. То есть, они боятся чего? Что вместо вас двух вот сейчас побросают супер, блядь, раз нахуй. И пойдут всей толпой. И тогда уже по-другому всего. Вот знаете, вот эта разница. А когда допечёт? Как в 16-м году, когда наступила полная жопа. Великий академический символ России. Вот есть космос, есть справедливость, есть Господь Бог, а есть понятие полная жопа. Вот тогда всему народу наступила полная жопа, все на ранах. В этом плане, да, повезло России. 15 миллионов мобилизованных и одновременно полная бесправа и одна единственная прослойка. Крестьяне, сословие. Согласен. Но у вас тогда идёт осознание. Вот просто, а как достучаться? Если нет, ну тогда вы проиграли. Но, как сказал Чиревар, если 8% активно морского населения поддерживает движение, оно неизбежно добьётся победы. Жестокость империализма. Жестокость, которая не знает пределов и не признаёт национальных границ. Вот, знаете, лидеры породы. Вот в каждой, ну, возрастной группе, социальной, вот женщины. Ну, скажем, вот дети, грудники, там он кормящий мамашек. Вот старушки. Ну, среди них есть активная часть, которую мы уже теряем нечём. Вот здесь ещё занимается вопросом строительства семьи. То есть, это женский континент, наплевать. А дальше начинается чуху, надо прокормить детей. Так. Но они не участвуют, но они же не против. Остаётся мужчина, в котором, например, уже социальный слой, начиная 25, там, где-то 40, понимает, что тупик развития. Самый лучший, там, и нагер, набарин, который будет помыкать, аккуратно его командовать. А если учить конъюнктуру, он соберёт чемодан и уйдёт опять, пойдёт в грузчики. То есть, вот на данном этапе, вот кто союзник, кто противник, разберите всю группу, на социальные группы, на возрастные, на осознание неизбежности и смены режима или общего уничтожения. И вы увидите, что всё очень просто. Это иллюзия, что вы выходите на улицу, и вот я постоянно говорю, вот этот мир, который как-то я изменил, да. А этот мир управляет через строчки законов, и по вертикали власти доходит до какого-то исполнителя. И это ещё каждый идущий исполнитель отрицает эту систему, его волевой импульс уничтожит всё вокруг. Знаете, в чём смысл был в период солдатский император? Вот для того, чтобы охрану держать поминовение, был магистр церемонионум, приносили жертвы и подчинили. Вот солдатский император первый же, который отказывается исполнять и разрушается вертикаль власти. Вот эта осознанность, вот эта катастрофа, она и давно доминирует. Почему я говорю, что когда вы понимаете, что экономика строится на абсолютном капитале, почему Америка богаче всех странах мира. Круглый год вегетационный процесс. Потому что там растёт маракумба. И кукуруза по 4 метра. И 240 миллионов кукурузы на зерно. А у вас 14. Вот на сколько раз разница? Вот разница в богатстве США и СССР. Разница в богатстве обеспечения доллара, который поддерживается маракумбой кукурузы. Вот земля, гарант, доллар внутреннего. А внешние бумажки – это ваша проблема. Вы можете его принимать, не принимать. Так вот исторически так сложилось. А у вас нет этого избытка пищевых продуктов. Нет, значит, денег. И поэтому СССР был встроен единое хозяйство. То есть выживайте всем миром. Распределяйте по копейке, по копейке, по копейке. Рубли больше, я говорю, да всё. Да, опять общая бедность. Но зато нет бедности контрастной. Все на равных. Вот чем Петрушка-то. Вот быть на равных – это хорошо. Когда ты понимаешь, что ни одна сука не может тебя тыкнуть пальцем в ойла и унизить. Потому что он такой чиновник, как этот и работник на общих хозяйствах. Никто не чувствовал себя униженным. Не помню, кто сказал, но это прочитал я уже давно. Когда у всех всё плохо, то это терпится. А когда у одних плохо, а у других хорошо, то это уже не терпится. Вот забыл. Вот это и было СССР, которые всех валили. Каждому хотелось вырывать на себя. Вот это первый порыв был. Но дальше оказалось, что вырывать нечего. Потому что такая система работает в едином народном хозяйстве. На уборке впервые работает новая машина, выпущенная Люберевским заводом. Эта машина заменяет 350 рабочих, убирая ежедневно 10 гектаров конопли. Я говорю, что здесь получилась историческая такая накладка. Непонимание, незнание своей страны, нелюбовь своей истории. А это должна быть интеллигенция. Интеллигенция, как говорят, ей навязали идеи сравнения с Аминейкой, в общем-то, навязали идеи ГУЛАГ-БУЛАГ-МУЛАГ. Интеллигенция думала, что виноват в сама системе. Ну, так же наебали. Владимир Ульянов-Ленин говорил, что это говно нации. Между прочим, я бы с ним согласился, но на данном этапе эта интеллигенция, вот сейчас, если она осознает, она уже осознала, например, с кем я общаюсь, вот эти люди все понимают. Вот просто последний имбурс, стральчок. Знаете, самое страшное, что? Признаться, что тебя наебали. Вот если тебе набили в рову трое-то, три человека, да, это как бы нормально. Вы понимаете, ну, их трое-то и один. Куда ты денешься? А когда один человек, скажем, наебал, вас 20 мудаков, в этом признаваться очень стыдно, подсознание отталкивает. Вот в этом вот ситуативная сложность сегодняшнего дня. Что старше поколение давно все понял, что их пинули по сути них тамбурских лохов. А чего сделать? Признаться? Бессмысленно потрачено время. На веру в гулаг-булаг, веру в диктатур. Андрей Юрьевич, давайте какой-нибудь последний такой коротенький штришок, чтобы на хорошей ноте заканчивать. Мы будем заканчивать, потому что поколение Next, оно все-таки клиповым мышлением обладает, а мы уже 4 часа пилим. И некоторые просто не хватит сил досмотреть потом в записи до конца. Хорошо. Сейчас, секундочку. Слава, если ты тут, я тебя попрошу, пожалуйста, последний вот этот спич, который в конце этого стрима, ты его вырежи и как-то приклей на начало потом, потому что там основное зерно мыслей, так сказать, чтобы потом им было интересно все досмотреть. Хорошо. Иначе они включат и выключат, а нужно, чтобы они посмотрели саму суть. Я перемонтирую, да. Итак, граждане этой несчастной страны, запомните, вы продукт космоса, вы дети галактики, вы обладаете вневременным сознанием, ваше сознание имеет лучевую природу, воля обладает гигантской силой взорванного атома. И это, если воля будет выражена в четких структурных формах, вы в состоянии преобразовать не то, что свою страну, весь мир и всю галактику. Это преобразующая сверхсила заложена в каждом из вас. Поэтому начните с простого, попытайтесь осознать ее и ей пользоваться. мы дети галактики. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok